Здравствуйте, друзья! Мы с вами уже побывали возле Томска у Петрунина Андрея Юрьевича. Меня он поразил необыкновенной обстоятельностью. И когда я с этим познакомился, я даже ему пожаловался, знаете, на что я Железово. Однажды один из отзывов звучал так. Одного из тех, кто у меня побывал, молодая женщина, была в Железово. Это просто очень большая запущенная дача. Ну, понятно, там маленький домишко из опилок, из досок. Что там это... Что завидовать? Вот. И полгектара заросшей травой. Представляете, трава кончится в какой-то год три раза, в какой-то четыре. И вот уже выше колена трава и весь сад в этой траве. Ну, что ж там это самое? Это, конечно, Анна чего ожидала увидеть. А вот сейчас мы посмотрим, что такое наш человек. Один из тех, кто считает себя моим учеником. Это книги. Это 20 моих дисков. Но характер у него другой. Вот такой обстоятельный. Я с радостью вам показываю. Внимание. Итак, что мы видим? Мы видим, что он взял и куски дерна, причем так аккуратно, прям вот таким вот радиальным способом вырезал и разместил вокруг. Так. Привез я, раз в тележке, земля. Значит, он привез землю для того, чтобы получился холм. Потом. Внимание. Крупный план. Вот уже ногами вытоптал, видно. Холм готов. Теперь внимание. Обратный процесс. Ну, пусть здесь не так хорошо видно, как лучше бы было. Может было бы и получше бы снимок. Но вы поняли. Дёрг, вернулся обратно. Но уже на холм. Ну, здорово. Вот. И весь участок задернён. Слушаем. С помощью фонтанчиков. Вот видите. Может быть, вам плохо видно. Вот они, фонтанчики. Вот. А у него дикая жара. Вот она. Он даже умудрился ещё и диаграмму прилепить. Вот. Уличная температура с 1 мая. Ну, идём дальше. Вы думаете, это всё. Хо-хоу. Смотрим. Вот. Итак. Чудо случилось. На постоянных местах он вырастил очень много сеянцев. Но каких? Итак, значит. Попутно задал мне пару вопросов. Мы сейчас будем смотреть на слева. Почему у неё ствол тёмный. Вот. Один момент будет. И ещё где-то, где-то прозвучало. Прозвучало. Где-то прозвучало. Где-то прозвучало. А где-то прозвучало. Внимание. А ещё про какой-то саженец слегка загибается. Ну, давайте. Итак, смотрим. Слева китай, как раз она синий. А вот. Видите. Ему показалось, что это он даже цветным чем-то обвёл. Красным. Квадратик. Чтоб я обратил внимание. И он спрашивает. Это нормально или нет? Может, это уже одревеснело. Может, гниёт. Но слева трудно сгнорить. Я пока не вижу никаких причин, чтобы сильно уж переживать. А больше просто смотреть, любоваться. Ну, что. Здорово. Уссурийская, жёлтая. Представляете, какое у него будет собрание. Уссурийская, жёлтая. Бай левицкий. А видели, гадя? На поверхности лежат косточки. Вот. И, соответственно, можно считать, что этому абрикосу уготовлена длинная жизнь. То есть, если он ещё и погибнет, то только не из-за того, что у него сгнила корневая шейка и основание штамба. Это уже избежали самой главной беды. Китайка жёлто-розовая. Опять видно, что она вот... Это косточки сама вылезла из земли. Это очень важно. Это очень ценно. Когда косточки вылазят. А когда не вылазят, это корову. Так. Вон они косточки с коровки в сторонке. Видели? О! Вот. Сеня Самура. Ну, ну, всё в порядке. Вот они. В сторонке лежат. Скоролупки. Так. Сын Манжурса номер три. Так. Китайка жёлто-розовая хорошо взошла. Бай левицкий снова хорошо взошёл. Заметьте, на постоянных местах. Сеня Самура. Королевский. О! Здесь он заплудоносит до Томской области. Вы считаете, к вам должна быть сразу очередь из всех научных учреждений. Томска и вообще все Сибири. Да что такое королевский? Это роскошь. Это Франция. Это вообще не должно быть у нас. Вот. Уссурийская жёлтая. Вот. Сеня Самура снова. Сеня Самура ещё один. Груша Ассорти. А вот выглядит она бледненько. Но, вы знаете, груши всегда так вылазят неохота. Они настолько всегда слабенькими выглядят. И очень долго. Вот. Сибирка. Сибирки тоже туго думай. За один год получить по двое почти невозможно. Так. А вот это действительно, смотрите. Ой, я бы скачал оттуда случайно. Случайно, ребята. Абрикосу Баю совсем тяжело. Так. Сейчас мы быстренько вернёмся. Там, где были. Дело в том, что это мы видели, видели, видели. Ага. Вот она, Сибирка. Так. И вот она. Это, наверное, единственная его неудача. Видите, там вдали. Зелёненькие, весёленькие сеянцы. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то штук шесть видно. Они прекрасно выглядят. Ну, тут уж не повезло. Вот гадай теперь. Вот гадай. Вот. Вот. Уссурийская, жёлтая. Так. Ой, сколько тут всего. Ой. Снова Королёвский. Снова Франция у нас в гостях. Бай. Вот. Вот. Сени Самура. Королёвский. Хух. Хух. Ещё Сени Самура. Главное, мне больше всего нравится, что они на постоянных местах. Ну, не все. Вот это, может, не постоянные места. Всё равно здорово. Всё. И что получается, друзья мои? Получается, что мы с вами за 8 минут увидели хотя бы продолжение этого фильма. Вот. Мы видели, как человек к этому шёл. Мы видели сеянцы, сеянцы, сеянцы. У него всё получилось на данный момент. У него полностью готовый сад из слив, из яблонь. Ну, там, сеянцы, груши, яблонь. Наверное, не все фотографии нам показал. Сейчас на этом я закончу. Вот. Найду первую серию. Вспомню. Посмотрю, как она называлась, чтобы это назвать. Второй серией. А дальше, о, Чернобаев прислал видео. Вот. Не хотелось бы отвлекаться. Простите, а при чём тут женщина с такими этими бюстом? Значит, он прикалывается. Я думал, у меня пришлёт видео с сада. Но эта девушка явно не с его сада. Вот. Ну, ладно. Это был прикол. Я так понимаю. Да? Леонид Дмитриевич. А мы возвращаемся. Значит, к нашему товарищу. Нет, уже нет. На этом нельзя заканчивать. Где мы были? Где мы были? Да. Вот мы были. Пять раз в день стригу. А вы знаете, ещё после этого появился вот этот вот текст. А я его даже не читал. Мне ещё очень-очень далеко. Скромность украшает. Посмотрим, что будет осенью. На следующий день весной приём саженцы. Кто не переживётся на постоянном месте, буду замесать яблонями и грушами из маленького питомника. Во! Поняли? Не всё на постоянном месте, а ещё есть питомничек для замены. Ну, а если что, совсем не пойдёт, пойду к Сергею за саженцами. Стройка шла 9 лет. С такой завистью смотрел, как стрижёт сосед газон. И мечтал, когда же я буду это делать. Сейчас уже на себя на косилку смотрю, не очень любя. И пять раз в день стригу. Так, ну что я скажу? Что я скажу? Наверное, пять я бы не смог столько. Терепения бы не хватило. Вот, ну и зависит. У меня было четыре раза. Это когда дождливое лето и три раза, когда сухое. Всё равно сухо-сухо на трава лезет. Всё, наверное, закончим этот разговор. Вот, немножко от Черныбаева посмешил со своей дамой с бюстом. Я надумал, он сейчас будет следующий фильм. В саду у него побываю. Вот, у него персики прекрасно перезимовали. Ну, подумаешь, что это укрытие. Так, на этом, друзья, я заканчивал разговор. Давайте пока. Куда-то надо нажать. И мы с вами разговаривали, знаете, как до 13-го. До июня. Вот. Ну и я надеюсь, что гражданин Петрунин, уважаемый Андрей Юрьевич, ещё нас порадует следующими фильмами. Будем следить. Уже очень обстоятельный товарищ. Особенно мне понравились холмы. Я пару тележек раз привёз, вывалил. Ямку выкопал. Вставил туда ямка маленькая, лишь бы корни вошли. Половина чикнул. За полминуты у меня посадка готова. А наш товарищ обстоятельный. Вот он. Видели? Так. Ну что, будем у вас учиться, Андрей Юрьевич. Ну что, до свидания. Учитесь. Я не самый крутой, я не самый такой аккуратный. Вот. Это будет идеальный сад, если конечно, если сбудутся его мечты.